Христос посреди нас, мои родные, любимые христолюбцы, все братья и сестры во Христе, всем желаю радоваться и веселиться в Господе. Всем желаю возрастать и умножаться по внутреннему человеку в совершенный Христов возраст. Добрыми делами любви ко всем людям, нас окружающим, всеми теми дарами, какими подает нам Господь наш и Бог, живой и неизменный в Слове Своем Иисус Христос, имя Которому Любовь. И всеми теми дарами, какими Он нам подает, добрыми делами служить ближним. Для Его славы, для Его проповеди, ну а по сути для всеобщего блага бытия. Давайте помолимся, да я кое-что скажу. Господь мой и живой Бог наш, Любовь Иисус Христос, слава Тебе. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Господи, благослови эту трансляцию, устах говорящего, уши всех слушающих и блаженной руки всех печатающих. Да прославишься Ты, и имя Твое Святое явлено Тобой на кресте в последнее время, когда пришел Ты воплоти на землю. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Господи, да откроется помышление многих сердец, и узрит всякая плоть, слава и величие Твое. А главное, воскресение Твоем, Божество Твое. А вознесение Тобой, оставленный всем нам, дарованный Тобою от рождения каждому, дар свободы избирать добро и зло. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Господь живой, Бог-любовь наш Иисус Христос всегда во веки веков посреди нас, братья и сестры. Хотел поговорить о вечности, о муках там. Я записал ролик на христолюбие, ссылка будет в описании, в подсказках. Я рекомендую посмотреть, иначе, мне кажется, вы просто не поймете, о чем я буду говорить. Сейчас я просто буду говорить в свободной форме, но там в том ролике, в диванных проповедях, как я их называю, ибо я там сижу на кресле перед компьютером, там я показываю места из Писания, из Евангелия, слова Христа, привожу всегда, что я не сам это все придумываю, а, в общем-то, что Господь нам все открыл. Кто-то может с этим не соглашаться, это дело лично каждому. Поэтому я рекомендую обязательно на христолюбие ролик о вечности, о вечных муках посмотреть, потому что я реально, может быть, непонятно, о чем я сейчас говорю. Хотя кое-что я сейчас, наверное, продублирую, но просто без Писания. Там я много показывал, мы там зачитывали, я целыми-целыми кусками Писания. Из Евангелия, слова Господни. Здесь я хочу еще раз вот так сказать, может быть, кто просто первый раз слушает, хотя еще раз скажу, все-таки я рекомендую посмотреть ролик о вечности, вечных муках, о посмертном покаянии на христолюбие. Наверное, чтобы вы не искали, ссылочку я добавлю в описании к этому ролику. Вечности или времени как такового вообще не существует. Все это слова пока в этом мире нам необходимы для познания истины. А вот Бог, истина, жизнь, как его называют, ну, любовь, свет, сейчас мы это опустим немножко, да, вот жизнь, она существует, жизнь, или еще слово движение. Все знают, что жизнь – это движение, да, если нет движения, это смерть. Вот вечности, времени, смерти, их не существует. Это вещи, не имеющие природы, не имеющие бытия. Даже, в принципе, конечно же, когда мы говорим о Боге, то и самой жизни как таковой в том нашем понимании, любое слово, произносимое человеком, любое понятие, оно идет после Бога. Но рассмотрим мы сейчас эти понятия, постараемся их все-таки после Бога рассмотреть. Вот есть жизнь. И там в том ролике я показывал, что на самом деле любая жизнь, ну, кроме Бога, то, что Бог хоть и называется жизнью, но я говорю, Он вне даже этой жизни. А вот любая жизнь, как мы читаем в книге Библии, в книге Бытия Библии, набора книг, да, то вначале сотворилось, то есть есть какое-то начало. Вначале сотворил Бог небо и землю, да. Иоанн Богослов именно так чудесно все время начинает свои и послания, и Евангелие. Вначале было слово, и слово было у Бога, да. О том, что мы слышали от начала, что видели, что осязали руки наши. Он действительно богослов, и прекрасно это все проник, Господь ему открыл, и он так начинает. Поэтому есть у видимой жизни, у все, что вне Бога, так скажем, все, что сотворено Богом, имеет начало. Поэтому вот есть точка, с которой все начинается. Символ жизни всегда был круг. Ну, и вечности, и времени круг всегда символизировал жизнь во всех народах. И вот есть точка, начало. Хотите, вот внизу, чтобы понятно было. И эта точка начинает двигаться по кругу. Вот это символ жизни. Когда эта точка приходит к началу, а на самом деле конец, это и есть символ смерти, символ замыкания, начала и конца. И начинается что? Вечность. Если идеально нарисовать круг или эту борозду на компьютере, и эта точка будет двигаться по этому кругу, то вы ее даже не увидите. Но если она не будет, как мы рукой криво рисуем, да, и ты будешь видеть контур постоянно, то она в этой борозде будет двигаться, видеть ее не будем. Это символ вечности. Уже люди не видят ни конца, ни начала. Поэтому Господь дал жизнь каждому, и эта жизнь уже никогда не кончится. Но что такое смерть? Смерть – это черта, это какой-то предел, конец. Да, как все эти слова синонимичны. Смерть, конец, предел. Поэтому вот эта смерть – это и есть конец. Соответственно, любой конец, конец года, год – это смерть, это конец, это предел, это черта. Месяц – это предел, это конец, это черта. Неделя – это месяц, это предел, это конец, это черта, это смерть. Неделя, день, час, минута, секунда. Любой предел – это конец, это смерть, да. Мы сейчас живем, вот Господь нам одел на свои эти кожаные животные одежды только для того, которые тленные, у которых есть предел, конец. Поэтому мы чувствуем свою смерть, мы чувствуем конец, поэтому мы живем вот в этом первом круге, у которого есть как бы конец. И поэтому есть множество конечков, концов. На этой, как на линейке, есть множество, множество, как уж называется, забыл, на линейке эти шкала. Вот я говорю, хотите, назовите днями, хотите, часами, годами, как угодно. Шкала может быть большая, помните, как сантиметр, в ней могут быть миллиметры. Вот это шкала нашей жизни, это первый круг, да. И когда, поэтому у нас есть чувство времени, потому что есть смерть, есть конец. И назвали это временем, да. Почему? Что такое вечность? Вечность – это жизнь, ведь мы же живем, это же движение. Вот я родился, и вся моя жизнь – это движение, да. Что после смерти этого конца, Богом придуманного, задуманного, есть, а смерть – нет, там смерти нет. Там также продолжается движение, там также есть жизнь. Но какая жизнь вечная? Чем жизнь временная, слово время, в котором мы сейчас живем, отличается от жизни вечной? О том, что у этого периода есть конец, у жизни вечной конца нет. Все. Там нету тленной смертной природы, поэтому там нет чувства конца. Соответственно, это называется просто другим словом – вечность. Но это движение, это жизнь. Поэтому что временная называется жизнь, что вечная называется жизнь. Поэтому здесь мы живем во времени, там мы живем в вечности, но мы все время живем. Жизнь одна и та же. Если бы Господь Адаму, Адам бы с Евой не согрешил, и не был положен предел этой земной жизни, как Господь сказал, чтобы вы совсем в грехе не закоснели, Господь начал свой ученический процесс воспитательный, через страдания, через страдания мы навыкаем Отцу послушанием, ибо Адам не был, не то что навыкнут, у него не было опыта даже послушания, у него была дана одна заповедь, он ее не соблел, а слушался Творца своего родителя любящего. Что сделал Христос? О нем прекрасно написано в послании к евреям. Тот, которому надлежало все, от которого все и которым всем, и тот, которому надлежало принять честь и славу, принял поношение, скорбь, надругательство и все прочее. И этими страданиями навык Отцу послушанием. И через эти страдания Отец сделал Сына Своего совершенным. Вот это наш путь жизни. Это тот путь жизни, который Господь, в общем-то, и всем людям положил от Адама, но Христос этот путь действительно прошел в совершенстве. А мы и все люди от начала ковыляли, ползли там кто как. Всем это известно, да? Вот. Поэтому мы, не захотев в жизни вечной слушаться, Господь положил предел немножечко. Жизнь вечная была от начала дана человеку. И Господь, так как Адам стал ослушиваться, положил предельчик. Ну-ка посмотрим, научим-ка тебя через страдания послушания. Поэтому он стал в скорби питаться. Женщины стали рожать детей. Мужчины стали со скорбью и трудом добывать себе пищу. И понеслась, поехала по ковочкам ковылять. Вся человеческая... Все человечество, да? Вся человеческая раса, весь человеческий род. Вот и все. Смерть – это лишь грань. Вот. На жизни, на вечной жизни каждого человека. На бесконечной жизни каждого человека. И Господь лишь разделил это на время и вечность. Все это, по сути, бесконечность. С первого дня человек стал бесконечно живым. Бесконечно будучи живым. Будучи живым. Все. Вот оно все вам определения. И то, если это рассмотреть, вы сами понимаете. Вот он, период. Вот точка. Сейчас мы не в круге будем рассматривать, а по прямой. Вот она точка. Вот она, человеческая жизнь. 70, может быть, 80, как Господь в Салме красиво сказал. А дальше-то пошла плюс бесконечность. Ну, или круг. Вот один круг-то. Ну, имеет же конец. Ну, пусть такой круг. Ну, не такой кружочек, а вот такой. А, да что, такой. Но все равно это круг. Какой бы ты большой круг ни нарисовал. А потом ты будешь вечно в этом круге мотыляться. Вечность – это там, где не будет чувства конца. Вы представляете? Вот мы знаем, что завтра опять через секунду. Оп, и секунды уже нет. Ты знаешь, что уйдет время к концу, к жизни. И это обусловливается тлением и свойством твоей природы смертной. Господь это положил, все это с душой связал. Какими-то нам неведомыми способами. Мы это все ощущаем, душа трепещет. Хотя ум, ум, Дух Божий, который в нас он вдунул, Личность наша, она все осознает. Познает, что есть Бог, что есть бессмертие, что я беспертен. И я даже могу, вопреки всем своим страхам, плоти, даже души, то есть колеблющейся Евы, чувствам своим, вы знаете, люди могут отдать свою жизнь, отдать все, что у нее есть. То есть ум – это и есть Бог, по сути-то, вдунутый в него. Даже чувства были ему лишь даны, как Ева, из его ребра. Это его как бы грань, огранка ума. Или умное сердце, как это называется. Или огранка грани ума. Вот, его внешняя оболочка ума. Это чувства. Все это называется желанием. Я чего-то желаю всегда. У меня мысль, каждая моя, рождающаяся, имеет какую-то цель. Я что-то хочу сделать. Одним словом называется желание. Бог – это вечное желание. И это желание, Бог – святой, Дух у него, конечная цель, всегда его блага. Поэтому Бог называется благ и свят. И все это называется тоже одним словом – слово «любовь». Слово «любовь» – это слово такое нарицательное. Есть дела любви, дела святости, дела истины, дела добра или любви. А все это в чем-то выражается в конкретном. Принести чашечку кофе, не оскорбить, не обличить, подать руку, заплатить долг за человека, дать рубль нужному или просто повеселить, купить цветы и коробку конфет. Все выражается в делах нашей жизни. И наша вера, упование на Отца Небесного, признание деятельности, что у нас действительно есть Бог, имя которому любовь, вы помните, я его постоянно буду напоминать, выражается в нашем уповании еще, как на Отца Небесный. Ему на все подает потребность для жизни, радости, веселья и уподавления ему святости, любовью к ближнему через добрые дела. Схема очень простая и гениальна. Все Евангелие, все откровение Бога человеку. Вот мы с вами выяснили, что жизнь-то временная. Вот один кружочек или вот такая вот частичка, вон она река, бесконечная. Это вот лишь два грибка, и вот вся твоя жизнь, и ты туда пошел. А вечность, она бесконечная. И что касается вот этих всех вечных мук, которые там любят, да, но Бог стоит над всем этим, я в том ролике это показывал. Бог есть, Господь Иисус Христос есть Бог всего. Или Бог Иисус Христос есть Господин, как Сын Человеческий есть Господин из Субботы, так Бог Иисус Христос есть Господин всего, и вечности даже, и бесконечности, и жизни временной, и вечной. Господь Он или Бог Он Бог, Он Господь всего. Надо это же понять наконец-то. Нет никакого мироздания, он в секунду, оно может сжаться, как когда-то появилось. Бог всего этого творец. Не надо из Бога делать какого-то башка языческого, немощного. Мы, если обезьянки не можем этого познать, это не значит, что он такой же, как мы, немощный и глупый. Потому что мы твари, и мы имеем начало, а он безначален. Он создал этот мир, и никто никогда не поймет, как. Познать как это? Познать Бога. А это значит встать над Богом. Мы его можем познать только в одном, в любви. Любовью, причем не только любящих, он говорит, грешников именно полюбить. Тогда ты поймешь, как он тебя-то простил. За что он тебя простил? Ты грешник, а Бог любит тебя. А Бог в покаянии тебе все простил и дал тебе Духа Святого своего со всеми его дарами. Так и ты не осуждай грешника, не обличай, не поноси, а благовествуй ему, чтобы он покаялся, уверовал и принял дары Святого Духа и творил дела любви. Все. А если нет, да. Господь что говорит? Если нет, тогда да. Такое дерево срубает и бросает в огонь. Схема проповеди у нас есть. Покайтесь, и вы приблизили Царство Небесное, а не покайтесь, или пойдете все в ад. У меня такое ощущение, что эти проповедники ада никогда Евангелие не читали. Или читали его с конца, или я не знаю, как они его вообще читают. Схема проповеди еще Иоанн Креститель заложил. Ну, в Духе Святом, в Духе Божьем, которому был исполнен еще от чрева матери своей. Господь тоже самое вышел. Вы что, не слышите? Наш Учитель Христос, и мы его ученики должны подражать. Он выходит на проповедь и не кричит, покайтесь, или все пойдете в ад, грешники. Нет, он говорит, покайтесь, приблизилось Царство Небесное. Вот, рукой только протянуть. Поверь только мне, поверь и пойди за мной. Поверь. Положи все на меня, уповай на меня, и увидишь, и познаешь, якобы благ Господь. Прими это учение, что Бог есть любовь. Ты образ и подобие не скотины и не кирпича. А ты и есть мой дом, дом Божий. Это ты, скинье живого Бога. Ты, я в тебя вселюсь и буду в тебя ходить. И мы будем вместе с тобой всех любить. А упованием своим вкусишь, что я Бог и что я благ. Да. Попроси у меня чего-нибудь, хоть чего-нибудь попроси, что хочешь. И ты познаешь, что я Бог и что я благ, что я любовь. Я тебе все подам, чего ты у меня не попросишь. Только ко мне обратись-то. Все, что от нас требует Господь. Веры деятели, то есть упование или надежда, как ее называют, после своей диванной веры, которую ты решил однажды, равную, драгоценную, для всех принять. И потом жизни по этой вере. Вот поэтому со всеми этими муками. Господь нигде не говорил, что грешники будут в аду бесконечно в каком-то там мучиться. Ничего подобного. Все пойдут туда, в вечность, да. И одни будут там мучиться, одни будут радоваться. До какого времени, никто не сказал. Господь есть. Не раб своего творения. Не раб вечности. Не раб времени. Не раб мироздания. Не раб сатаны. Не раб даже грешников. Или своих заповедей. И уж тем более, Бог не раб Библии. Понимаете? Если он там образами, символами что-то писал, это не значит, что потом мы ему что-то предъявлять будем. Вот ты знаешь, я вот так вот понял в Библии. Нет, Бог тебя будет судить по логусу. Поистине. Когда явится во славе своей. То есть полной истинной любви. И всех осудит, да. По этому критерию. Он тебя не по Библии будет судить. Где там что написано. Где он что образами давал, а ты не понял. А ты будешь с ним сидеть на кафедре и выяснять. Нет, тут вот такое стояло слово. Или вот такое. А ты знаешь, нет, такой лабуды не будет. Вот тот ролик я показывал, Господь четко открывает, что когда он придет с ангелами, он сказал, во-первых, внимательно перечитайте Евангелие, кто поработился или уклонился, или как-то подпал под влияние человеческих лжеучений и конфессий все этих. Постарайтесь месяц хотя бы чистым сердцем почитать Евангелие. Что вы думаете об этом? А нигде вас запугали, что вы не имеете права на свои мозги, вам Бог их в крещении вышиб, наоборот. Да нет. Бог в крещении открывает себя к ум к разумению Писания, а не закрывает. Лично каждый тебе, неважно кто ты, кухарка, домохозяйка, слесарь, плотник или богослов. Если ты искренне обратишься к Богу, Он тебе откроет, ум к разумению Писания, ибо Он единственный владыка этого. Он поражает и Он исцеляет, Он умиршляет и Он оживляет. Он обогащает и Он делает тебя нищим. Я, я Бог твой, твой Бог, Он всегда говорит в Израиле. Я Господь, Бог ваш. И Бог всего. Он, ты можешь хотя бы читаться, если ты не поверишь в Богу, ты ничего своим умишкам в чужих книжках, тем более, не найдешь для себя. Ты сам прочитай. Господь, когда говорит о суде, и Господь за 35,5 года, я всем повторяю, успел дать нам полноту своего учения. Если нет, вы богохульники. Это вы богохульники. Все Богу приписывающие немощи, сшивающие необходимость Ветхого Завета в познании Евангелия. Нет там никакой. Господь не говорил этого. Человек может вообще ни разу в жизни ни одной книги, кроме Евангелия, не читать и не прочитать. Господь все сказал прямым языком. И там же еще множество и притч, и образов, и символов. Исследовать Писание Он говорил только тем упирающимся иудеям, чтобы они его признали тем пророком, которого ждали. Это не была какая-то общая заповедь, которую вовеки не нарушишь. Постановление вечное. Ничего подобного. Читайте всегда контекст. Кому сказано, что сказано, зачем сказано. О чем вообще речь? Господь в Евангелии все время учит человека творить добрые дела, любви. К человеку причем, а не к кому-то. Не к Богу, а к человеку. Сам это делает и сам этому учит. Когда он говорит о суде, во-первых, он говорит все время о суде, и что на суде Бог будет судить человека не по его вере, даже не за его упование. Оно ему просто необходимо, чтобы полноценно, отвернувшись себя, полностью послужить себя служению ближнему. Хотя потом он поймет, что для самого, для него счастье, он ничего сверхъестественного не делает. Оказывается, что любя другого, он сам становится счастливым. Но в оконцовке Господь говорит. И даже о суде нам рассказывает, что это будет за суд. Одни встанут по праву, другую по леву. И Господь говорит за что? За дела любви к человеку и за их отсутствие. Причем он говорит, что если вы это делаете, вы делаете это мне. Он только в Матфея не произнес эту свою фразу, которую он сказал на прощальном ужине ученикам. И Матфей об этом не вспоминает. Но об этом нам рассказывает Ангбогослов. Поэтому Господь говорит, кто малому сотворил, тот мне. Он и сказал, если вы любите меня, ваша любовь явится в добрых делах любви ко всем людям на свете. Поэтому вы обязаны голодных кормить, ноги ходевать, жаждущих напаять, страждущих, больных и заключенных посещать и утешать. Все это еще прочитайте духовно. Давать им чистое слово, доброе учение, напоевать всем этими, увеселять. Вино всегда было образом, или вода образом радости. Покрытием ноготы, что телесной, что духовной, это греха, ибо ногота у человека только греховная бывает. Господь этому учил. Если бы ему надо было, Господь бы там все прибавил. За то, что вы не читали Библию. Любите. Сколько проповедей у протестантов. Любите Слово Божье. Кому оно нужно? Бог тебя спросит за эту любовь. Нет. Если ты понял, что Иисус Христос Бог и любовь, ты его образоподобие, поэтому должен ему уподобиться в любви, тебе больше вообще ничего в жизни не надо. Вообще ничего. Тебе надо целыми днями творить добрые дела. Быть внимательным. Кому вокруг тебя нужна помощь. Все. И по мере сил, каких тебе Господь всеми дарами дает, исполнять, жить, жить, дышать этой любовью. Все. Больше тебе ничего не надо. Бог не говорил тебе читать Библию. Бог тебя будет судить только за добрые дела и любви к ближнему. В Матфея, где он на горной проповеди, в пятой главе, где он говорит о заповеди не убей, вспоминает ветхозаветную, и говорит там, что если ты скажешь даже брату там безумный, там будешь подлежать Синедриону здесь на земле, а если даже скажешь, эй, ты, рака, это, знаете, такой пренеближительный, слышь ты, эй, зёма, земеля, поди сюда, как на стройке там, вот, ты за это будешь гиень огненный. Господь говорит о суде, о суде, уже в намёках там, хотя в прямых намёках, говорит, гиень огненный, ты будешь подлежать. Поэтому он говорит, пока ты, говорит, ещё на дороге, на пути с соперником своим, примирись с ним, чтобы он не отдал тебе судья, судья не отдал бы тебя истязателю или слуге, там, я сейчас параллельно сразу луки вспоминаю, о чём сейчас тоже скажу, и они бы не верли тебе в темницу, и что, ты там будешь до тех пор, пока не отдашь всё, до последней копейки. Я потихоньку от вечности перехожу к вечным мукам, к суду и к вечным мукам. Мы это явно видим. В Луке, в 12 главе, тот же самый контекст, прочитайте, я целиком здесь не буду, главу, вы сами можете 12 главу открыть, желательно на моих сайтах, вы увидите оранжево-чёрные слова, где слова Христа, они всегда, Бога, они у меня всегда, я их выделяю, чтобы видно было, вы увидите разницу. На горную проповедь Господь кому говорит? Разве к христианам? Нет. Это все люди. Есть огромная разница, когда Господь уже ходит по земле, во плоти, всегда в контексте, читайте, кому Он это говорит. Он очень часто что-то говорит именно ученикам. На той же самой прощальном ужине как бы сидели ученики, поэтому там более всё открыто. Есть места, где Он говорит к народу, к ученикам, к народу, то есть ко всем. И вот, кстати, на горной проповеди одно из таких мест. Господь говорит всем. Там есть и языч, кто там только мог не быть, пришелец, кто угодно шёл. Все к нему бежали, мы это видим. Это были самаряне, иудеи, и думеи, все на свете. Там, я говорю, сколько пришельцев, мимоходящих, Иерусалим стоял на торговом пути, и вообще вся эта область земли обетованной. Кого там только не было. А уж не говоря, кто же самый, кто знает, что такое Галилея. О, там вообще все, там вообще был перевалочный пункт. Там кого только не было. Там все были. Так и те же самые, иудеи, что много из них верующих во Христа, в Бога, что ли, было, или даже в Сына, Божьего, нет. Те же самые ученики во много ли там веровали, но слова мы такие видим. Та же самая Нагорная проповедь, сказано, говорит, увидев народ, зашел на гору, и приступили ученики. И его, и стал говорить. Ко всем он говорил. И это образ суда. И то же самое говорит в Луке. И там опять, ну там, я в том ролике, вы посмотрите, я сейчас уже не буду без текста, тем более, все эти тонкости подчеркивать, там вы посмотрите. Там то же самое. И вот эта последняя фраза, что мирись с соперником твоим, который предаст тебе, судье. А судья, Бог-то любовь. Даже у него он тебя будет. Он отдаст тебя слуге, ну а у Луки сказано истязатель. Истязатель – это сатана. Бог никого не мучает. А он вернет тебя в ад, в свое местилище. В темнице там, правда, написано в образе. Но Господь говорит в Луке, ну и в Матфее, но говорю тебе, не выйдешь оттуда, пока не отдашь все до последней копейки. Вот это вот вечный, когда Господь говорит о суде, о том, что будет судиться. Вот эти лжетолковати, сколько я в свое время тоже почитал. Я, конечно, все это не принимал, кто знает. Я всегда все встречал с Евангелием, поэтому меня все это минимум зацепило. Вот эти соперник – это совесть, никакая это не совесть. Никакой совести у христианина нет, запомните это. Христианин – это бессовестный человек, у него в сердце живет Бог. Нет никакой совести. Это языческий термин, языческий, атеистический термин. В Библии это слово ни разу не употребляется. Христос из уст Бога мы его ни разу не слышим. Из уст апостолов мы его слышим уже в контексте, потому что идет проповедь язычника. Господь, проповедуя погибшим овцам дома Израилева, почему не употребляет это слово, никто бы его не понял. Это слово никогда не употреблялось в Библии, в Богом и всем народом. В сердце человеческом живет Бог. В умном сердце, в его желаниях живет Бог. Поэтому никакого соперника нет никакой совести между Богом и человеком. Это чушь. Чушь и лжеучение. Этот соперник, этот человек, Господь там четко рассказывает, не надо ничего там вставлять еще. Господь говорит, если ты обидел человека, мы же читаем, ты сказал ему, дурак, эй, ты, а у Луки там еще другой контекст, все это перечисляется, нелюбовь к ближнему разными этими. Господь и говорит, ты примирись с этим человеком. Я обидел ближнего, пошел домой и пытаюсь со своей совестью примириться. Элементарно. Пузырь водки и ты, и совесть вообще в порядке. Все это прекрасно знают. С женой поругался в стрип-бар и совесть в порядке. Залил ее, задушил ее. Что это за мир с совестью? Какая фигня? Ты должен исправить свой грех, Господь говорит. Ты, говорит, пока с ним, говорит, освободись от него. В смысле, примиритесь, там сказано в разных местах, вы же знаете, прекрасно это все. Ты, когда обидел человека, на суде будет стоять, Господь говорит, он будет стоять и тебя осуждать. Этот лейтмотив, это красная линия всего Ветхого Завета от начала. Как Господь Каину говорил, что кровь Авеля выпьет, и потом, потом и сам Господь приводил эти слова, помните, что ропот жнецов, или как вы помните, в Евангелии Господь говорил, то есть, труд жнецов, слезы жнецов, голос жнецов, и там, я просто вспоминаю, еще из Ветхого Завета все это, выпьет ко мне, да, вы удерживаете плату, все это, все это было. То есть, любой грех выпьет к Богу, грех, Бог сам никого не судит, но человек, выпьющий к Богу, Бог, да, Бог здесь праведный судья, грубо говоря. Есть один грех, грех против ближнего, против ближнего. Бог сказал, я никого не сужу, когда ему привели блудниться, он сказал, если никто тебя не осудит, я тебя не осужу. И он ее не осудил, и сказал, что так будет с каждым, да. На суде будут стоять только люди, только люди. Поэтому он и сказал, что на суде будет, ты кого-то не накормил, будет человек, которого ты не накормил, против тебя, голодный, руку тебе протягивал, жаждущий, ногой, слепой, больной, заключенный, он будет против тебя, не будет никакой, Библия против тебя, за то, что ты книжку, или правила молитвенные, не вычитывал, или свечки не ставил, или пастырь, в ножке не целовался, не кланялся, Бог за тебя судить не будет. Против тебя будут стоять только грехи ближнего, только против ближнего. 49-й Псалом, вспомните, ты идешь с вором на одно дело, клевещешь на сына матери, помните, я говорил, если я представлю, перед того, Господь, когда в пророках везде, когда говорит о грехах, говорит о грехах против ближнего, говорит, единственное, что я буду вменять, что ты сироту не накормил, там вдовицу обидел, это всегда так, кто это видит, уж ладно в ветхом, там, конечно, можно к своей похоти найти, чего притянуть, но в новом завете вы никогда этого не найдете, поэтому мы ветхие можем рассматривать только через новый завет, что Господь нам открыл, Он сказал, что стоять на суде будет только человек против тебя, которого ты обидел, которому ты не сделал дел любви, которую Господь тебе послал на пути, этот человек будет против тебя вопиять, грех, совершенный против нее, будет вопиять ко мне, да, и ты получишь каждого, он сказал, по делам, вот по этим делам не любви Господь будет каждого судить. Это что касается суда. Суд будет только. Господь, не надо из Иисуса делать глупца. Все, что надо, нам записано в Евангелии. Не надо ничего добавлять и убавлять к Слову Божьему. Еще Господь в ветхом, знаете, запретил это делать. А вы знаете, кстати, вот это, это, кстати, возможно, Эн Богослов написал, конечно же, в Откровении, вы знаете, как написано, кто прибавит, и кто убавит. А кто знает, многие рукописи, даже вот новозаветных текстов, там, Евангелия, послания, монахи, которые переписывали, и многие там переписчики, стали тоже дописывать эти слова, что кто прибавит или убавит к этой, то есть даже к Евангелию, да будет там проклят и прочее, прочее, ну, как вот в Откровении написано. Возможно, они из Откровения это и черпанули, стали ко всем. И на рукописях, на старых, есть такие вещи-то. Мы чем занимаемся? Тем же самым. Всякими преданиями человеческими искажаем истину. Истина вся в Евангелии, вся от начала до конца, там вся полнота божества телесно выраженная нам. Все. Что по поводу мук? Ну, как глупо думать, что вот человек, кто-то помирает в 15, кто-то в 20, в 25, в 30, ну, и что? Ну, помер мальчик в 20 лет, он, может, и не уверовал, девочка. Ну, как-то там жила, может, раз переспала с кем-то. Ну, и что? Что она теперь в вечности будет мучиться до бесконечности? Во-первых, если она никому зла не сделала, а сама там, сейчас, не знаю, не сблудила, ну, что она там сделала, как все любят, платочек не надела. До 20 лет не носила платочек она, да, и юбочка у нее была выше колена. До 20 лет она так ходила. А она что, в аду будет гореть? Или где она будет? Или она вечно залипнет в том состоянии, из-за своей 10-летней носимой, до 10 лет там вообще ребенок, до 12, до 13, до 15. А она что, за 5 лет ношения юбочки потом залипнет в каком-то состоянии, соответствующей его греху, этой юбочки, и к Богу приблизиться не сможет в полноте? Какая фигня. Фигня чистой воды. Людей, глупых, неразумных, прилепленных просто к земле, к этой, и не способны даже подумать о высоком. Вот такая вот жизнь земная, вот она, вот она, как вам ее вот видно, вот такая вот. А вечность вот туда, вот такая вот, бесконечная. Кружочек, вот он, какой бы он ни был, а потом ты будешь крутиться там вечно. Что за фигня? Жизнь это движение, жизнь это развитие, жизнь это совершенство. Мы будем вечно приближаться к Богу, и там мы будем любить, и там мы будем дела любви какие-то делать. В раю, Адам с Евой, что-то делали бы. Господь им возделать и хранить сад и землю. Сказал, в раю, а не после греха падения. Там они должны были трудиться. Какой-то блаженный труд любви, мы не знаем, да, что не надо было уже потеть, чтобы кусок хлеба себе заработать, на стол накрыть и друзей собрать. Мы не понимаем уже этого, но это надо было делать там. Хоть Господь и говорит, что будете как ангелы небесные, но Он не сказал, что вы будете не работать, пребывать, да, пребывать в блаженстве, да, как они сейчас пребывают, это будет жизнь. Мы что-то будем делать, радовать и веселиться. Если мы станем как брахманы какие-нибудь, я не знаю, растворившиеся в какой-нибудь жизненной энергии, потеряем свою личность полностью, это какая-то чушь. хорошо, какой бы грех не был страшным, чего бы он не наделал себя к этой земле, и хоть он до 100 лет это творил, всех резал, убивал, это 100 лет, дальше ничего не будет, ни тления, ничего, человек забудет вообще о чувстве времени. Мы даже себе представить не можем, что вот ты сейчас сидишь, а ничего не движется, внешне ничего не движется, потому что времени нет, не движется ни солнца, ничего, как в Откровении у Исаии есть, что все, будет не внешний свет, а солнце, Господь будет светом для всего. Нам это вообще ничего понять невозможно, Господь в принципе закрыл нам для этого, но свою любовь он нам явно явил, имя свое, которое есть любовь. Через эту призму мы все можем познать, мы познаем Бога и опытно любя друг друга, и все тайны мира познаем, весь ум Господень, ум Христов, а Христос – любовь, явил нам это явным, и сойдя, и распявшись, и сойдя в ад, и вознесшись. Любовь абсолютная. Все эти этапы жизни являют его любовь, и сошествие, и творение, и крест, и воскресение, и вознесение. Все это символы любви настоящей, жизненной, которые Господь совершил этот путь, путь любви к человеку показал. Поэтому все эти, даже тут люди, даже за убийство вроде бы человека, Господь Чуветко, он, знаете, говорил, око за око, мы почему-то даем 20 лет, а потом еще через полсрока выпустим. Ну, мы люди, мы добрые, а Бог злой. Это вечная политика вот этих проповедников, каких-то своих учений. Я добрый, да, Бог злой. Я буду молиться за всех мертвых, я же хороший, а Бог плохой. Тебе где это сказано? Кто тебя этому учил? Господу каждый раз, как что-то о том мире, о мертвечине, так называемые, о мертвых, о том мире, что-то пытались дознать, он всегда говорил, тебе что, вы сейчас живите? Если, говорит, его спрашивают, что вот там какая-то башня, какое-то строение, упало 18 человек, убило, и Пилат там убил каких-то евреев, и чтобы осквернить их, смешал их плоть, тела, кровь там с жертвами какими-то языческими, с животными, там вот похоронил, может, в одной яме там все. Его спрашивают, ой, вот там грешники лютые, он говорит, вам что, вы думаете, вы что, они, говорит, хуже вас, что ли, были? Он говорит, если не покаетесь, вы сейчас, вы о себе сейчас думаете, так же умрете. Ой, что там, там, вот везде катаклизмы, еще тебе что? Господь сказал, ты на себя смотри, пока ты живой. У тебя это катаклизм, ты живой, рядом тонет, ты спасай его. Ты сейчас живи своей жизнью, одним днем твори дела любви. Я любовь, я без тебя разберусь. Бог, Господин всего. Поэтому все эти, я что еще хотел сказать, маленьким личным опытом, конечно, поделиться. Вот я болею, тоже давно, у меня сильные боли, там я борюсь, так назовем, с болячками. Я сижу, как обычно, у меня приступ этот, я там пытаюсь кушать, говорю, Господь, да сколько ж можно-то? Хотя это я каждый раз, к боли привыкнуть, невозможно, невозможно. Боль принять невозможно, адскую, ну какую-то можно, но не адскую. Господь мне говорит, вот ты сидишь сейчас, тебе больно, ты мне вопиешь, что я не сострадаю тебе, что я, ты хочешь отвалиться, я на самом деле, на самом деле, тебя страданиями к совершенству возношу, как он и сказал, ты в страданиях навыкаешь мне послушанием, терпением, потому что терпение, это тоже плод духа, причем долго терпение, как вы помните, нам Павел сказал, а не просто терпение. А я через эти страдания, через это твое долготерпение, делаю тебя совершенным. Я говорю, хорошо, я это понял, ну как мне вытерпеть эту боль? Ну это ладно, это уже мое личное, вот Бог мне долготерпение, чтобы я потом стерпел и что-то от ближнего нереальное. Бог мне кладет на сердце, Он говорит, ты подумай. Вот мы люди, мы не чувствуем боль ближнего, мы на самом деле не чувствуем радости, только умом. Мы знаем, что у него горе, мы сочувствуем, может быть, помогаем, мы знаем, что у него счастье, мы с ним сорадуемся, на самом деле только умом, вы все прекрасно знаете. Когда у кого-то что-то болит, дети, родители, друзья, мы понимаем, мы все делаем, мы как бы тоже переживаем, но мы прекрасно знаем, что сердце, ты не можешь почувствовать этой боли сейчас все равно, хоть ты треснешь. Бог так положил. Вот представьте, если наш, а Бог-то знает наше сердце, вот Бог точно чувствует, что мы чувствуем. Я ему почему говорю, господи, неужели ты не чувствуешь, как мне больно? как ты можешь, как ты можешь, любая мать не вытерпит таких страданий, ты вот, ты куда смотришь? У меня есть ответ, я вам все время говорю, да, это плод долготерпения, никуда не деться, и вроде бы пока живу. На лезвии ножа, да, на лезвии ножа, живу, живу. Но Господь мне открывает, вот ты, сейчас мне вменяешь, что я не чувствую тебя, а я чувствую, ты это прекрасно знаешь, поэтому играем всегда, хоть и на лезвии, но ты живешь, и мне послушанием уже живешь сколько лет, и не ропщешь, и стоишь. Он говорит, а вот представь, говорит, когда все люди там, куда денутся все родственники, все друзья? Вот твоя мама, папа жарится водой, Господь, мы не знаем, как Господь ту природу устроит, соединит наши сердца. Мы действительно не просто будем еще умом, как все говорят, ой, а как же, да, мои дети в аду, или еще, и правильный вопрос задает, кстати, вот этим проповедникам, неизвестно чего. А представьте еще, что если Бог сердца соединит, если люди после этого этапа кожаных рис, кожаных одежд, животных, этих наших внешних оболочек, потом будет еще чувствовать другого человека, и боль ближнего будет его болью. Вы знаете, я вот какие боли испытываю, я много раз с кем, с братьями, с сестрами общаюсь, я говорил, я врагу такого не пожелаю, никогда в жизни. У меня же есть там противники, еще вот я сижу, у меня там слезы градом, да, из глаз от боли, я врагу не пожелаю, никогда в жизни. Кто бы он ни был, что бы он мне, или моим близким, это я сейчас опять говорю, в своем среднем состоянии, мне всегда плохо, но терпимо в таком состоянии, просто вы этого не знаете. Вот. Хотя меня сейчас и потрясывает, и все, и знобит все, но в том состоянии, это ад. И я в том состоянии, ты говоришь, Господи, ты всех спаси, только меня избавь. Всех исцели. Да, я понимаю, у меня у братьев и сестер сами страдают, дети страдают, только ты говоришь, я знаю, что все страдают, но это невозможно терпеть. Освободи всех и меня. Да, как ты меня освободишь, я понимаю, что мне это нужно для жизни, для познания, вот эти скорби, страдания, боли это. Другие болеют. С одной стороны, только как раз вот эта боль, страдания ближних, я знаю, у кого там дети страдают, сами страдают. Я говорю, Господи, как я освобожусь? А как я им потом буду упование проповедовать, терпение? Ты меня освободишь, и я вот буду так, у меня все хорошо, и с пивком, или там сигареточкой, и как это, да, на диванчике, буду проповедовать. Терпите, братья, терпите. Конечно, у меня язык не повернется. Я только сам, страдая, могу проповедовать терпение, которому Господь нас призывал. Но при этом я говорю, Господи, ну тогда ты всех освободи, и меня заодно, я-то не могу так страдать. Я не хочу, не могу, это невозможно вытерпеть. Всех освободи от страданий, и меня заодно, чтобы мы все были счастливы. Так как вот христиане праведники, да, мы праведники, хорошо, мы все будем в раю, и что? 99% как по-христиански будут в аду, потому что даже те, кто называют себя христиан, на христианской жизни не живут, это все прекрасно понимают. Там единицы живут в духе любви и смирения, упования на Бога. Где все люди будут? В аду угореть. И что? Наши сердца будут с ними соединены. Если я буду чувствовать, причем я вообще-то уже праведник. Конечно, как всегда, очень легко. Это грешники, они пусть жарятся, Бог их там... Бог не участвовал ни в их рождении, Он их всех, все. Ну, или их убьет, и все. И... Тихо. Мало, что ли, людей. Это я такие слышал. Ну, я говорю, я к этим не отношусь. Я Христа созерцаю, который пришел на землю ради меня и для меня распялся. Вот. Поэтому все эти проповеди пусть оставят. У меня просто очень печальное чувство, что эти именно люди и будут жариться в аду-то, которые проповедуют, и которые так мысли-то чувствуют. И именно им придется вкусить то, чего они сами другим желают. Я никому не желаю. Я хочу, чтобы всех Господь спас. Если я, дерьмовый, грешный человек, некогда покаявшийся, хочу этого, то я уже не сомневаюсь, что Бог этого хочет. Потому что Бог больше моего сердца. Как нам и сказано. Вот у меня такой очередной, очень откровеннее, очень хорошее. Ой, Господь меня прям, мне это показывал. Боли которой, боли терпеть невозможно. Я знаю о других скорби. Я не хвалюсь никогда, чем не хвалиться. Я мечтаю, когда Господь меня от этого избавит. Я говорю, кто знает, что я прошел, я рассказывал некоторым, ну, и до сих пор я прохожу. Я врагу никогда в жизни этого не желал. Конечно, этим я опытно многому научился. Я теперь представляю, как люди, потому что я даже не знаю, что у меня там за диагноз толком. И как и другие страдают. И не важно тоже, я знаю, есть там диагнозы, нет, какая это не имеет значения. Медицина все равно это ложь от первой до последней буквы. Ну, мы прекрасно знаем, что все страдают и умирают целыми днями от всяких болезней, половина из которых, а то и 90% мучительны, хоть на каком-то этапе, хоть на последнем. Редко кто со святыми у покой. Вы знаете, я говорю, это мне огромный опыт. Я, конечно, говорю, Господи, неужели я еще не все понял? Я говорю, все понял. Я говорю, избавь меня, пожалуйста. И дай мне дар, чтобы я других с радостью бы избавлял бы. Или сам избавляй. Я никогда не претендовал ни на какие дары, потому что как я пойду против своей воли и свободной воли этого человека. Я вам всем говорил, я не знаю, как молиться за других. Я не умею, я не понимаю. Человек свободен, и Бог, любовь. Каким образом я тут между ними встану? Я не понимаю, если честно. Все знают, что я ни за кого не молюсь. Ко мне даже когда обращаются, я не вру. Не говорю, что я там помолюсь. Я не знаю, как молиться за ближнего. Бог, любовь, у тебя есть своя свобода. Обратись к нему, он тебе все даст. Грешишь, покайся. Попроси, он тебя освободит от любого греха, очистит тебя. Ты будешь свободен. Поэтому нет никакого соперника, никакой совести. Есть человек, которого ты обидел. Там по контексту это явно видно. А то, что ты там человека обокрал, а дома сидишь, совесть свою каким-то образом примиряешься. Я говорю, у меня на память подобные случаи так приходят, как можно смириться, примириться. Залить ее, как говорят. Задушить, угасить. Ты человека, ты сделай все возможное, чтобы грех-то свой сгладить. Ладно, есть невозможное. Так тут ты уже вообще никакой... С совестью не надо мириться. Это уже на Божьем промысел, как ты будешь это отмывать. Ты там в аварии погубил четырех человек, задавил насмерть. Это Бог будет разбираться, как ты будешь тут это отгребывать. Я не знаю, честно. Что значит примириться с ссорью? С какой совестью ты будешь мириться? Ты должен был свою душу положить за этих людей или за окружающих людей. Тебе это Господь... Господь, если человек этот поверует, покаяться, Господь ему промыслом устроит какую-то жизнь, что он начнет служить. И вместо четырех погубших душ десять спасет потом. Ни с какой совестью мириться не надо. У христианина нет совести. У него есть Бог в сердце. Ты должен очистить свое сердце ибо Бог в грязном помойном сердце жить, конечно, не будет. Чистое сердце – это чистое пожелание, это есть молитва, это одни и те же слова. Ну, вот так вот я хотел вам поговорить. Посмотрите обязательно ролик еще, который я вам рекомендую. Я уже записал на Христолюбие. Пока их два, может быть, что-нибудь еще когда-нибудь запишу о вечности. Там я просто еще именно по Писанию вам показываю все эти места, которые, вы поймите, конечно, по плоти можно все наковырять в Писании, но есть дух, дух любви, дух святой, дух Христов. И он человеку открывает глаза. Там все это видно. Павел говорил, что мудрость мы проповедуем среди совершенных, а среди вас, да, не бей, не укради. Как он там плачет о некоторых церквях. Говорит, вам надлежало быть вот именно учителями и все. А вам все надо, что, начатки учений преподавать. Ну, это и другие апостолы, вернее, так говорили. И он тоже там в других местах говорил. Вот так вот. Ну, в принципе, наверное, все. Я вам, я все сказал, что хотел. Я хочу, чтобы вы единственное еще подытожил. Напомню вам заповедь, как Петр. Очень нравится, вы знаете, мне его второе послание, как он сказал. Суть наша проповедническая. Напоминать, если необходимо, слова прежде бывших пророков о мессианстве Иисуса Христа. Но нам это уже ни к чему. Я надеюсь, вы веруете во Христа, Бога, любовь. Вот. И о заповедь, чтобы мы что делали? Ибо мы образ его подобен, чтобы мы любили друг друга. Помните это. Грех вас судить, Бог будет. За грехи против ближнего. Эти грехи, может быть, сами эти люди, так скажем, будут выпиять к вам. За это вы будете осуждаться. Бог вас не осудит ни за длину волос, ни за цвет одежды, ни за что на свете, ни за чтение Писания, ни за хождение в церковь. Господь не говорил, что вы церковью спасаетесь. Там, где двое верующих собираются, там церковь. Надо принять эти слова Христа и не сказать ничего, не додумывать и не придумывать всякой фигни на основе стихового богословия. Иисус Христос – это Бог. Есть любовь. Он может и хочет все дать нам каждому. Наше дело только это брать и раздавать другим. Все. И убеждаться, насколько в этом, что Бог есть любовь. Да, все. Поэтому я вам напомню. Любите друг друга чем? Делами. Добрыми делами любви. Не словами. Бог не заповедовал нас любить друг друга словами, а делами учил всегда любить. И рассказывал, как это делать. И это не злословие, не осуждение, не обличение, не поношение, не клевета, не склоки, не распри, не ссоры. Павел говорит, это плоть. Не забудьте об этих проповедниках, которые вам говорят, плоть мира начинают. Не любите мира, не того, что в мире. И рассказывают, что нельзя любить телевизор еще. Под словами мир, похоть, плоть. Вы почитайте, что апостол подразумевает. Сразу начинает перечислять. Когда между вами Павел говорит, не плотские ли вы? Он что, перечисляет, что вы там пошли в магазин, себе кофточку купили? Да нет. Да потому что между вами распри, ссоры, злоба, ненависть, клевета, ересь и осуждение. Вот что такое плоть. Он говорит, не плотские ли вы? А если вы духовные, то по духу должны поступать. И там рассказывает, не будьте должниками никому ничем, кроме взаимной любви. Там все. У него есть, как у любого послания, есть структура, вера, надежда, любовь. И там все о любви. Там вырывать ничего не надо. Потому что плоды, плоть и дух разные. Он перечисляет, какие плоды плоти. Не надо ничего придумывать. Блуд. Блуд. Это что такое? Это грех против ближнего. Прелюбодействие. Грех против распри, ссоры. Он перечисляет грехи против ближнего. Павел, фарисей из фарисеев, сын фарисея непорочный перед законом, почел все за ничтой и отвалился от культа. Отвалился. И проповедовал против этого культа, который дал Бог. Да. Народу, который при живом Боге льет себе, как сейчас по-христиански, в сердце идолов, золотого тельца. Они его еще и по плоти слили. Да. Вот так вот. Ну все, давайте поблагодарим нашего Господа, Бога, любовь, и будем прощаться. Господь мой, и живой Бог, любовь наш, Иисус Христос, слава тебе. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Господи, я благодарю Тебя за все, за всю любовь Твою, за все, что Ты подаешь, за все, что Ты создал, тот прекрасный мир, и нас всех на земле, всем нам дал бытие, всем на свете. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Господи, я благодарю Тебя за всех, слушающих этот ролик, и всех моих братьев и сестер, всех любящих меня, и учащих меня любви. Слава тебе, Боже наш, слава Тебя. Господи, все Твои благословения, вся сила Твоя, вся крепость и весь Дух Твой, подаваемый всем для исполнения Твоей единственной заповеди, чистым сердцем исполнять, желая добра каждому, дела любви, благословениях и благодетельствия ко всем и каждому. Слава Тебе, Боже, даже слава Тебе. Живой и неизменный в Слове Своем Бог и Господь наш Иисус Христос, имя Которого в сущности природа одна – это Любовь, всегда, во веки веков, вчера, сегодня и завтра посреди нас, братья и сестры. Всех вас я люблю, побоюсь этого слова, стараюсь, какими возможными словами и делами. Но если кого, где, когда обижаю, простите меня, простите меня, дурака. Ну все, всех. Можете меня лично обличать, когда лично против вас погрешаю по заповеди Господа, я никогда не против этого. Всех вас нежно целую, крепко обнимаю. Всех храни Христос. Пока-пока, до встречи в следующем ролике.